Вот руками его держите, нога впереди, вот, вот, бросайте, руками вперед, не палку там, вот, вперед бросайте. Даже спасательный круг нужно бросать правильно, недолет, перелет, ошибка. Как и бросок прямо в человека. Нужному навыку на городском пляже спасатели учили детей. Те, кто помладше, старались максимально замахнуться, но силы подводили. У этих ребят другой козырь, все они умеют плавать. Но и это задание отработали. Но вообще, спасательный круг – идеальный вариант. Куда сложнее, конечно, вытащить тонущего самому. Но и после того, как человек оказался на суше, спасательные действия не закончены. Второй этап мастер-класса – первая медицинская помощь. Искусственное дыхание, чтобы освободить организм от воды. Плечики прямо, рядом с ним сесть, плечи рядом и качать. Раз, два, три. Что там, допустим, 25, 27. 30 раз. 30. Кто-нибудь. О, надо сначала ему как-то... Ну, отец. Мы данные мероприятия проводили, ну, как говорится, на пальцах. Рассказывали детям о статистике, страшной статистике. Слова тут излишни, видите, какая наглядная агитация и спасательные средства. Притом, не какие-то подручные, специализированные дети. На практике учатся не только спасать, но и оказывать доврачебную помощь. Врачебную даже на уровне такого масштаба. Это прекрасно. Это прекрасная практика на всю оставшуюся жизнь. Детям, да и нам, взрослым. После мастер-класса спасатели отправились проверить акваторию Абис. С наступлением жары, а эта неделя обещает высокие температуры, барнаульцы ищут все возможные берега, чтобы охладиться в воде. И чаще всего выбирают для этого места подальше от людских глаз. Побережья, не подготовленные для купания. В настоящий момент мы используем все силы и средства на патрулирование тех мест, где у нас не разрешено купание. У нас по городу барнауль таких мест 25. Поэтому в городе созданы профилактические группы. Мы применяем и беспилотную летательную технику. Она в основном пригодится для тех мест, когда выявление новых мест несанкционированного купания. Добавим, что за купание в неположенном месте положен штраф от 300 до 500 рублей. Рейды с поиском любителей дикого отдыха проводят ежедневно. И пока ни одного документа инспекторы не выписали. Однако с начала купального сезона в крае утонули два человека. И чтобы эти цифры не росли, советуют не забывать об элементарных правилах безопасности. Дмитрий Дроздов. День с толком.